В понедельник мы побывали на тренировке у наших боксеров в московском ФОКе. И пока ребята делали разминочную пробежку, пообщались с Игорем Гущенко, заслуженным тренером Украины, который подчеркнул, что в последнее время в любительском боксе пришли достаточно серьезные спонсоры. И уже даже за победу на юношеском и молодежном европейском турнире выплачиваются серьезные финансовые призы. Поэтому, чтобы в столь тяжелое время карантина потренироваться или провести спарринги, они готовы ездить на любые турниры, особенно международные. С одного из таких международных турниров в памяти тренера Альфреда Архметова наши боксеры вернулись совсем недавно с золотой и серебряной медалями. У Рыбченко Данила с серебро. Спрашиваем, не обидно? Ну, как сказать обидно. Надо тогда лучше тренироваться. Покажем себе еще раз другой результат. Но там были сильные соперники? Были сильные соперники. В финале я боксировал с финалистом Европы. Поэтому, собственно говоря, и второе место? Ну, наверное, получается так. Там было больше белорусских спортсменов, боксеров? Или и украинские были, и из других стран? Нет, больше было белорусов. Ну, их не соревнования, получается, их больше будет 100%. Что, с той точки зрения, тебе помешало, ну, как бы, оказать больше сопротивления и стать первым? Ну, если честно, дыхание. Надо больше тренироваться. Ну, и, может, где-то в каких-то ситуациях я, может, поленился на тренировках и показал такой результат. А как ты не завидуешь, что у тебя, ну, твой товарищ, по-моему, первое место занял? Да тут такой спор, что завидовать. Завидую, не завидую, все равно покажет результат. А как ты тренируешься, так и покажешь результат. Ну, я проиграл бой, ну, я не скажу, что я его проиграл. Может, подсудили и судьи. Ну, с местными, ты же понимаешь, когда работаешь с местными, всегда надо, ну, на голову вышибать, чтобы точно. Чтобы точно победить. Условно говоря, если даже ничья, то шансов, что ты победишь, меньше. Ну, это ты понимаешь прекрасно. Опыт же у тебя уже есть. Конечно. Он выступает в турнирах, в чемпионатах Украины и других за пределами Слаутища уже достаточно давно. И опыт есть. Вне территории нашего ринга я провел около 10-15 боев. То есть опыт уже есть? Конечно, есть. Где самые сложные были бои? Или вот это и был один из самых сложных? Ну, один из самых сложных боев были на чемпионате Ирландии в 2017 году. В 2018 году. Даже помнишь до сих пор этот поединок? Конечно, помню. Почему? Потому что выиграл? Ну, да. Родион Сырба выступил успешнее. У него и кубок, и золотая медаль. Ну, самое первое – это опыт. Потому что, как бы, другая страна, другие люди, другие бойцы, с которыми еще раньше не встречались. Получается, всего я провел три боя в городе Жлобин. Соревнования проводились четыре дня. Первый бой я провел с чемпионом Белоруссии, да. Второй бой с представителем Молдавии, который я закончил явно. И третий бой тоже с Белорусом провел. Получается, финальный. Тяжело было вообще с местными соперниками? Я так понимаю, белорусов там было больше всего, да? Да. Белорусы сами по себе хорошо боксировали довольно-таки. Как бы, нужно было работать и физически, и выносливость. То есть, боксировать на полную, скажем так? Да, да. То есть, не нужно было расслабляться и думать, что если я там выиграл один бой, то я выиграю второй. То есть, всегда можно получить какой-то сюрприз. Не, ну, с другой стороны, четыре дня, то есть, по одному поединку в день – это тоже, как бы, хорошо. Не всегда, я так понимаю, на турнирах, вот, особенно молодежных, по одному бою бывает. Часто же вы и по два проводите. Поэтому, в данном случае, вот, расслабуха не настала от того, что выиграл один и все, я... Нет, такого не было. Всегда как-то более в раздумии, как бы, провести следующий поединок еще лучше. То есть, если там какие-то нюансы есть в первом бою, то во втором не нужно, чтобы такое повторилось. Понятно. Ну, удачи тебе. А следующий поединок, когда будет, когда соревнования? Или пока карантин? Еще неизвестно. А продолжили мы разговор с заслуженным тренером Украины, который сообщил, что на международных турнирах, особенно недалеко от Славутича, они ездят регулярно и с удовольствием. А в этом турнире они уже участвовали не в первый раз. Нам интереснее поехать в Белоруссию, там много стран приезжает, другие... Другие соперники, да, я так понимаю. Другие соперники. Половина украинцев своего возраста, они уже знают, а так, как бы, это новые соперники. Новые, как бы, и сильные боксеры, там команды России было, Молдавии, белорусы, с Украины команды четыре было. Вот это у них календарный турнир, там все сильнейшие боксеры Белоруссии приезжают. Ну и плюс там с других стран команды. Вам не завидовали, косо не смотрели, что вы забрали серебро и золото? Не, нормально, мы туда уже раз шестой, наверное, или седьмой приезжаем. Стараемся туда постоянно, ну, как бы, недалеко стараемся приезжать. Что у ребят получилось, что не получилось? Что не получилось, Рыбченко в финале проиграл, ну, там, за раздельным решением. Финалисту Европы они на одном чемпионате боксировали только. Данил 75, а тот 80. Ну, не хватило функционалки немного. Третий раунд чуть проиграл, ну, отдали с разногласиями. Ну, в гостях надо выигрывать. У этих ребят есть перспективы, скажем, на чемпионаты Украины уже в следующем году? Я так понимаю, в этом уже соревнований не будет. Да, следующий год чемпионат области надо выиграть, потом Украина. Будем работать, конечно, есть. Если будут тренироваться нормально, то, думаю, все хорошо будет. Но они тренируются. Я смотрю, у тебя девчонка опять появилась, да? Не занимаются девочки, уже по три года есть ходят. И информация, которая может заинтересовать поклонников бокса. Это объявляем набор дополнительный. Мальчиков и девочек от 7 лет и старше. Обращаться в московский ФОК. И еще, увы, в связи с красной зоной, турнир памяти Геннадия Родионовича Кимова в этом году не состоится. Он принесен на следующий год. Редактор субтитров А.Семкин